Это финальный этап, финальный восьмой этап, где может случиться всё. Но пока истинные лидеры, истинные гвариды, которые разрекомендовали себя в самом лучшем виде на протяжении всех этапов в Сиберлиге розыгрыша этого сезона, сборная Германии, всё-таки лидирует четырьмя штрафными очками. Но это по второму всаднику, напомню, всего старту. Полно четыре участника в каждой команде. И вот сейчас третья линия командных всадников, француз Кевин Стау. Первый гид четыре штрафных очка, наблюдаем второй, уже тоже повал имеет. Но вообще французы в тяжёлом положении, в тяжёлом положении. И теперь от третьих и четвёртых номеров зависит очень много, уже очень большой унигруз штрафных очков. По первому гиду и первым двум всадникам во втором. Ну вообще удивительно. Да, французы сейчас после седьмого дублинского этапа идут на седьмой позиции. Но это очень тревожный момент, поскольку шведы, шведов, которые пока аутсайдеры, восьмая позиция, у них разделяет всего лишь 4,25 очка. Это очень немного, это очень зыбкая позиция. И вот интересно было узнать, почему уже Эльберт Рандагаланда выставил двух новобранцев. Мы уже говорили, это два французских всадника. Кевин Стаут и Ауэрик Депана нет в команде. И Эрвега Циньона нет. И последний.